Дмитрий Пономарёв 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 это максимум в год. Но в любом случае каждый бой требует прям серьезной двух-трехмесячной подготовки, такой жесткой, да? Все бывает по-разному. Ну, я стараюсь подходить, можно сказать, профессионально, не на коротком уведомлении, то есть, если мне предлагают за неделю, за две, но это не про меня. Я стараюсь подготовиться хорошо, и для этого мне нужно хотя бы два месяца. В любом случае я поддерживаю форму, вот как и сейчас поддерживал, вот поддерживаю, и когда мне уже дают дату, я более усиленно начинаю готовиться, более режим держать, да, скажем так. Это касается и питания, так понимаю, тоже, да? Ну да, плюс у нас нужно определенный вес сделать, вот, и спортсмены, бойцы, многие гоняют вес, то есть нужно скинуть в день боя, то есть в день взвешивания определенную цифру показать, вот, а так мы в жизни как бы побольше весим, то есть борьба и с питанием идет, да, и как бы... А сколько примерно приходится сгонять вот перед боем? Там прям серьезные какие-то цифры? Там 10-15 килограмм, да? Да, все, опять же, индивидуально, вот, но сейчас такая тенденция, она не очень хорошая, потому что, ну, для здоровья это в любом случае плохо, вот, минимум 10-15 килограмм у нас ребята скидывают, вот, есть и 20, вот, есть и чуть больше 20, но у меня примерно там 10-12-13, вот, когда как. То есть, по сути, за 2 месяца, например, до боя, помимо того, что эти жесткие тренировки достаточно серьезные, это еще и серьезный режим по питанию, чтобы за, там, 2 или чуть больше месяцев скинуть вот такую цифру по весу. Насколько сложно это вам дается конкретно? Да, это непростой момент, на самом деле, потому что большие физические нагрузки тяжелые, да, и когда не хватает питания, углеводов, естественно, это тяжело, и в том числе и морально, и физически, но организм привык, допустим, там, 3 тысячи калорий получать, а тут он стал, там, 2 или меньше получать, и у тебя меньше энергии, это, ну, непростой процесс, и особенно последние дни, последняя неделя, там, вот, тебе нужно и себя, и лишнюю воду убрать, а последние дни, так вообще-то, там, практически ничего не кушаешь, и за последний день, там, можешь убрать 5, 6, 7, ну, у всех по-разному килограмм, то есть... За последний день? Да, ты убираешь, ну, вот сутки, допустим, полторы суток, ты можешь убрать, ну, у меня, допустим, стабильно, там, 4-5 килограмма, я убираю за последний день, вот, ну, там больше, получается, ты выгоняешь воду, показываешь нужный вес на весах, и потом, ну, ты это восстанавливаешь все, вот... А от момента, пока завеса, до самого боя, сколько проходит времени? Ну, у нас обычно так, утром взвешивание, и на следующий день, вечером бой, то есть, грубо говоря, полторы суток где-то получается, на восстановление, но если бы мы еще гоняли, и в тот же день дрались, это, ну, практически нереально, тогда нужно было бы, ну, эти сгонки убирать, да, в принципе, это тоже правильно было бы, тогда бы ребята, как бы не насиловали свой организм, скажем, вот так. Чаще всего приходится проводить бои здесь, на территории Краснодара, или, может быть, вообще Краснодарского края, или вы езжаете. Как вот, ну, я знаю, что у нас периодически именно вот по ММА, как бы, ну, есть мероприятия, их не так много, например, там, как по каким-то другим, более массовым видам спорта, но, тем не менее, они есть. У вас как чаще происходит? Второй свой бой профессиональный, первый я провел в Сочи, когда была Олимпиада, вот, второй бой был у меня в Краснодаре, вот, и потом, с тех пор, получается, там, 14-й год, да, с 14-го года, я до 20-го, вот, до этого года, я не выступал в Краснодаре ни разу, в основном, это было Питер, Москва, ну, где-то там, за границей, ближнее от рубежа, скажем так, вот, но вот сейчас Лига ИСЕ вернулась, то есть, как бы, начала проводить турниры в Краснодаре активно, вот, здесь, как бы, большая аудитория, вот, Кавказ рядом, да, много бойцов оттуда, вот, приезжает, как бы, и они начали проводить здесь турниры, у меня в феврале был здесь бой в Краснодаре. Уже в 20-м году, получается, да? И, вот, планируется, возможно, в ближайшее время тоже. В феврале с каким результатом прошел? Выиграл, выиграл нокаутом над соперником из Бразилии, вот, так, удачный бой, в принципе, сложился. А соперник, насколько именитый, скажем так, потому что вы, вот, даже, когда подъехали к нам на телекомпанию, коллеги там сказали, Фролов, Фролов, приехал, Фролов, ну, как бы, знают на слуху фамилию, на слуху, ну, ваши там какие-то бои, да, которые вы проводите, а ваш вот соперник, вот, даже, ну, в самом свежем, скажем так, бою, в февральском, он насколько известный человек? Ну, скажем, в мире единоборств, да, в нашем ММА, он достаточно, как бы, наверное, известный, ну, в плане, может быть, медийно он там не раскручен, да, потому что это сейчас важная составляющая, боец может быть не таким, там, сильным, да, но если он там болтает много, там, что-то делает. Хорошая пиар-компания. Да, и его знают за это. Допустим, 90% людей, которые смотрят, они не разбираются, да, какой он там боец, вот, зато он там на слуху его видно, и он, и вроде бы он популярный, да, получается. Насчет этого бойца я могу сказать, что он, может быть, медийно, как бы, не так популярен, да, он у себя там в Бразилии живет, вот, в Америке выступал, выступал в UFC, это, как бы, самая серьезная лига у нас в ММА, вот, побеждал неплохих соперников, в том числе и из России, вот, ну, в общем, как бы, крепкий парень, скажем так. Что касается весовых категорий, кстати говоря, когда происходит взвешивание, там допускается какой-то разрыв между бойцами, какой-то определенный, или нет, или там до грамма фактически смотрят, чтобы они были одинаковые? У нас есть определенная весовая, 84 килограмма, там какие-то допуски, у нас, по-моему, есть там 83,9 весовая, ну, еще, по-моему, допуск 500 грамм, там, то есть 84,4 по сути вес, вот, ну, ты не должен его превышать, если ты превышаешь этот лимит, вот, то есть у тебя, получается, ну, как бы, скажем, санкции, да, штраф, то есть ты там какую-то часть гонорара должен отдать своему сопернику, и, ну, в лиге, я не помню сейчас, как во многих лигах, что там типа желтая карточка, допустим, бывает, ну, и, естественно, в пределах разумного, если ты там перевесил, там, ну, 500 грамм, килограмм, там, ну, это ладно, если, ну, 5 килограмм, то, скорее всего, боя не будет, то есть в пределах разумного допускается, как бы. Ну, такие ситуации случались у вас, например, или нет? Ну, слава богу, я каждый раз вес делал, то есть, каждый раз я в лимит попадал, ну, бывали ситуации, как бы, тяжелые сгонки, вот, там, допустим, была у меня ситуация, 6 килограмм мне нужно было за сутки согнать, ну, для меня это было тяжело, вот, но я все равно сделал, в общем, как бы, у меня, в принципе, не было такого. Мне любопытно, если честно, это прям какое-то очень жесткое кардио, да, то есть, это какие-то марафонские пробежки или, не знаю, там, возможно, работа в зале какая-то, кардио, как это вообще делается? Я слабо себе представляю, как можно живого веса 6 килограмм просто за 24 часа от них избавиться. Это сейчас ни в коем случае не рекомендация нашим зрителям, да, то есть, не испытывать себя? Хочу сразу сказать, да, что это не подойдет для человека, который хочет похудеть, он, то есть, может убрать, 5 килограмм, вот, к примеру, там, или больше, вот, но они сразу же вернутся, то есть, через день, через два у тебя то же самое будет, ну, то есть, смысла в этом никакого нет, ну, нам же нужно показать вес, да, вот, и потом уже, как бы, набирай сколько хочешь, да, ну, в общем, как это делается примерно? человек, человек, в принципе, из воды, там, насколько состоит, на 80%, да, как говорят, вот, то есть, я делаю это так, допустим, одеваю, у нас есть специальный костюм весогоночный, он, короче, из такой, как из клеенки, скажем, да, он не пропускает воздух, одеваешь его, одеваешь еще сверху вещи, плюс в последнее время, вот, появилась такая мазь, она, короче, раскрывает хорошо поры, и ты потеешь хорошо, ты ей полностью намазываешься, одеваешь эти все вещи, костюм, вот, и делаешь кардио, то есть, ну, любое, ты можешь делать, ну, сам обычно делать пробежку, то есть, на дорожке, потому что это, ну, менее энергозатратно, вот, ты работаешь, потом идешь в сауну, то есть, выгнал воду там, выгнал воду там, вот, и так, допустим, несколько раз, ну, в принципе, реально скинуть, ну, за один раз там 3 килограмма, и потом, допустим, вечером ты это сделал, и утром перед взвешиванием, еще там 2 килограмма скинул, вот, допустим, 5 килограмм. Некоторые делают ванны горячие, то есть, набираешь горячую ванну, ну, это вообще плохо, я думаю, тем более, если сердце там слабое, это ни в коем случае нельзя делать, делаешь горячую ванну, потом залазишь, ну, скажем так, под одеяло тебя укутают, и ты, короче, потеешь сильно, от этого тоже сильно уходит, как бы, твоя вода. Ну, я так понимаю, это в любом случае, хочешь или не хочешь, как-то отражается на здоровье, даже если ты, ну, до 40 лет, как бы, у мужчины, в этом плане, уже после 40 лет, даже если он занимается профессиональным спортом, все равно начинают, там, какие-то травмы сказываться, мелкие и так далее. Вы какой-то чекап организма делаете, насколько часто, вот, в течение года, пока у вас идет момент, и тренировочный, и боевой, то есть, как вы за этим следите, именно? Ну, да, в любом случае, профессиональный спорт, он, как бы, скажем так, много здоровья не дает, потому что, ну, если ты занимаешься, можно сказать, физкультурой, там, вот, это хорошо, да, но там супер нагрузки, да, получаются на организм, и, ну, по природе этого не должно быть, в любом случае, у тебя какой-то износ происходит, вот, ну, конечно, надо, в любом случае, следить за здоровьем, вот, ну, я стараюсь это делать, иногда какие-то обследования прохожу, иногда, ну, процедуры делаю, хотя бы, там, тот же массаж, там, какая-то криво-сауна, допустим, хожу, вот, что еще, ну, там, витамины, и так далее. Бывало такое, что во время боя, прям, получали серьезные травмы, после которых приходилось какое-то время восстанавливаться, и, возможно, даже где-то отказываться от предложений побиться? Ну, слава богу, серьезных травм не было, больше, можно сказать, наверное, мелкие, вот, то есть, там, скажем, рассечения какие-то, да, там, то есть, ну, это, как бы, проходит, там, подлечил, да, ну, серьезного не было, слава богу. Сколько лет вообще вы уже на ринг выходите, как давно занимаетесь этим? Вообще, я спортом занимаюсь с 10 лет, я начинал с вольной борьбы, и занимался и деревовым спортом, и армрестлингом, то есть, чуть от единоборства отходил, потом, я решил, что, ну, мне это всегда нравилось, смешанное единоборство, и, как бы, я решил свои силы попробовать, и, вот, 7 лет прошло, как я, в принципе, занимаюсь, ну, относительно профессионально, да, скажем так, смешанными единоборствами, и, ну, 7 занимаюсь, и, в 6 я уже на профессиональном ринге. Это 7 лет ММА именно, да? Ну, я так понимаю. А сколько вообще, примерно, ну, в среднем, где-то спортсмен закладывает лет именно вот такой вот профессиональной карьеры, вот именно в ММА, это 10, 15 или меньше, или зависит от того, как рано начал, когда примерно уже такой вот возраст, когда надо уже, не знаю, или менять немножко направление, или там уже, может быть, уходить в тренеры, или просто накопить гонораров к этому моменту и жить в свое удовольствие, я не знаю, бизнесом заниматься, к примеру. Ну, опять, все индивидуально, у каждого разный организм. Сейчас возраст спортсменов вырос, потому что медицина стала лучше, люди начали разбираться, там, как восстанавливаться лучше, как лечить лучше, какие-то там препараты вспомогательные, да, вот, и, соответственно, возраст вырос, я не знаю, вот представители, допустим, из России, вот тот же Емельяненко, да, там, Федор, ему 42, там, есть Алексей Оленик, ему тоже 42, там, есть там уникальные люди, типа, Марат Балаев, ну, известная, в принципе, личность, кто знает, вот, ему 44 года, вот, есть, допустим, уникальный, там, Бернард Хопкинс, он выступал на супер уровне в боксе в 50 лет, вот, но это, конечно, как бы, прям таких единиц, ну, в общем, спорт, возраст спорта растет, за счет медицины, в первую очередь, я думаю, за счет правильного подхода, вот, люди, ну, по-другому начали смотреть на это, на восстановление, а так, наверное, в среднем, я думаю, если ты, ну, как бы, нормально выступаешь, средний возраст, я думаю, там, 35-36-37 лет, ну, в принципе, хватает, вот. Вы сказали, что ближайший бой, где-то летом, да, у вас произойдет, а еще какие-то планы по встречам, таким спортивным, есть на 2020 год, или пока нет? Ну, сложно загадывать, и это не совсем от меня зависит, вот, хотелось бы выступать, три раза в год мне, вот, это для меня, ну, удобное количество боев, первый раз я выступил в феврале, возможно, я подерусь летом, и хотелось бы, там, допустим, в ноябре, там, или в декабре выступить, ну, я не могу сказать, вот, у нас нет четкого календаря, скажем так, вот, это все зависит от лиги, от организации, как они, ну, увидят, вот, когда они захотят меня пригласить, и какой бой, там, и так далее. Хорошо, в принципе, у нас потихонечку подходит к концу наше время, да, программы, еще такой вопрос хотел вам задать, уже, наверное, более общий, хотя, ну, вы как человек, который достаточно давно и профессионально занимается своим, ну, для мужчин, во всяком случае, точно очень интересным видом спорта, да, я имею в виду для зрителей наших мужчин, как вы, в принципе, считаете, на каком уровне сейчас у нас в крае, ММА, может быть, что-то поменялось за последние годы, может быть, вы видите, чего пока не хватает, и что можно было бы добавить, что можно было бы сделать, вот, ваше мнение интересно. Это, на самом деле, очень длинный, большой вопрос, на него можно долго рассказывать, отвечать, вот, поменялось, да, у нас изменилось, допустим, берем Краснодар, город, изменился уровень, в том числе и от нашего клуба, вот, у нас клуб Кузня, вот, у нас появилось немало хороших бойцов, которые, в принципе, заявили о себе, там, на мировом уровне, вот, допустим, я там выиграл пояс М1 Global, ну, это, как бы, ну, неплохой уровень, не супер, там высший, неплохой, то есть, потом, допустим, ну, это я о нашем клубе говорю, там, Илья Фрейманов у нас выиграл по кикбоксингу, там, тоже чемпионом мира становился, там, колесник у нас есть, тоже на профессиональном уровне выступает, ну, и молодые ребята. это мы стараемся, мы стараемся, как бы, популяризировать этот вид спорта, вот, все, что в наших силах мы делаем, мы завоевываем много титулов, там, выиграем соревнования. Я все-таки искренне надеюсь, что многие те вещи, о которых вы сегодня сказали, они поменяются, понятное дело, что это не происходит быстро, понятное дело, что некоторые вещи должны поменяться, просто в сознании у самих людей, и слава богу, что существуют такие профессиональные сообщества, даже как вот клуб, который вы озвучили, да, краснодарский, где есть инициативные люди, где есть люди, которые готовы поддерживать этот вид спорта, где есть люди, которые готовы приходить и чему-то новому учиться, и желаю, чтобы у вас ближайший бой прошел только исключительно в вашу пользу, если будет возможность даже хотя бы онлайн наблюдать, с удовольствием посмотрю, поэтому огромных успехов и в тренировках, и в боях, и в принципе в дальнейшем профессиональном развитии вам желаю от души. Спасибо, и вам всех благ. Это был спортивный Краснодар, любите спорт, занимайтесь спортом, и живите здоровым образом жизни. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok